Знакомство с историей района всегда обязательная часть в программе информационных туров. В Светлогорском районе есть памятные места, которые собирают путешественников со всего мира. Но известны они, к сожалению, трагическими событиями Великой Отечественной войны. 14 января 1944 года нацисты сожгли деревню Алла. Погибли 1758 человек, большинство из которых – дети. По количеству человеческих жертв – это 12 хатыней. На территории захоронения сегодня проводится большая работа по сохранению исторической памяти. Планируется в дальнейшем здесь построить мемориал. В интернете уже можно увидеть проект, по которому его планируют построить. Ну и ведется сбор денежных средств. Я думаю, что желающие могут поучаствовать. Мемориал украсят и эти скульптуры, пока они находятся на территории санатория. Летом здесь проходил пленэр скульпторов, во время которого и были созданы эти произведения искусства. Иностранные гости знакомятся также с инфраструктурой санатория. Посещают лечебные кабинеты, гостиничные номера, комнаты для релаксации. Пробуют минеральную воду, которая является брендом учреждения. Основными отличиями нашего санатория от других санаторий в Республике Беларусь является несколько. Это первое, свой уникальный источник природной минеральной воды, расположенной на глубине 350 метров, скважина глубиной 350 метров. Это великолепное объединение всех корпусов санатория переходными галереями, для того, чтобы людям было удобно из жилого помещения переходить в лечебный, из лечебного в столовую и наоборот. Поправить здоровье можно и на следующем остановочном пункте в экскурсионном маршруте. Жители деревни Песчаная Рудня уверяют, это место большой концентрации духовной силы. Здесь уже более ста лет протекает родник Ясочка, и вода в нем целебная. Год назад местные энтузиасты выиграли тендер на обустройство этого уникального места, чтобы сохранить его для потомков. Это группа энтузиастов, тех людей, которые неравнодушны к истории и к таким вещам. Ну вот, все это возродили. Любой информационный тур не обходится без презентации агротуристического потенциала. Эта усадьба уникальна в своем роде. Находится в живописном тихом уголке в лесной глуши. А главное, здесь находится единственная в Беларуси действующая ветряная мельница. Памятник деревянного зодчества 19 века. Еще одно знаковое место для Светлогорщины – мемориальный комплекс «Багратион». Тут расположен памятный знак, окопы, музей, выставка военной техники. Посетители могут детально ознакомиться со всеми этапами подготовки и проведения знаменитой военной операции. С радостью сегодня ознакомились с историческим достоянием Гомельской области. Я думаю, будем рекомендовать жителям Украины, в первую очередь жителям Черниговской области, которая по соседству и нам по расстоянию, это очень близко. Мы будем рекомендовать приезжать обязательно в Беларусь, отдыхать, оздоравливаться. Мы сегодня посетили замечательный здравительный комплекс, набираться сил, здоровья, чтобы была возможность путешествовать дальше и дальше по Беларуси. Мы всегда сами тоже с охотой принимаем их приглашения, выезжаем к ним. Это сотрудничество налажено уже на протяжении нескольких лет и активно мы друг друга поддерживаем в сфере развития туризма. Традиция проведения подобных туров сохранится. Один из них планируется в этом месяце. К участию приглашены и представители российских туристических компаний. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Новости недели.